Добрый день уважаемые студенты, данный видеофайл поможет вам найти программу Multicomfort House Designer и я постараюсь на данный момент объяснить вам каким образом можно работать с данной программой. Сама программа находится на нашем официальном ресурсе izoverconstruction.com вводя в поисковик, мне обязательно необходимо перед izoverconstruction.com ввести www. Зайдя на сайт, вы регистрируетесь, если вы зарегистрированы, вы логинитесь и после этого скачиваете уже программу, вот данная программа для операционной системы Windows. После того, как вы скачали программу, она у вас открывается, первое окошко, которое перед вами появляется, это информационное окно. Я предлагаю протестировать программу на примере объекта, небольшого объекта, габаритами 4 метра на 4 метра и высотой в 3 метра, с квадратурой проводью 20 квадратных метров и общей площади застройки в 16 квадратных метров. Итак, в данном окошке вы заполняете информацию о объекте, так как это информизированный объект, я ввожу все единицы, выбираю страну, в нашем случае это Турция, выбираю климатическую зону, это город Газиантер, выбираю тип строения, это новое строение, жилое, либо же нежилое у нас, в нашем случае нежилое, если нежилое, то вот по условиям конкурса на школу выбираем школу. После того, как вся информация внесена, она у нас появляется в чате. Переходим по стрелке вперед, у нас появляется окно с площадями. Первое, это общая площадь объекта. Перед тем, как вносим габариты, мы ставим плажочек. Можно вносить, вернее не можно вносить, а здесь мы вносим площадь, 4х4, 16 квадратных метров, оставляем бруто. Следующее, мы вводим кубатуру нашего строения, то есть у нас есть 16 квадратных метров общей площади и 3 метра высота строения, 48 кубических метров объем нашего дома. Следующее, это ограждающие конструкции. Первая ограждающая конструкция, это стена, с отрягающейся с воздухом. Здесь мы можем, либо же габариты самой стены, вносить длину, ширину, ой, длину, высоту, либо же сразу количество квадратных метров, которое оно занимает. Так как у нас дом 4х4 по габаритам и высотой в 3 метра, соответственно у нас 4 метра длина, 3 метра высота, 12 квадратных метров. Данный фасад будет у нас ориентирован на север. Следующий фасад с такими же габаритами 4х3 будет направлен на запад. Следующий фасад 4х3 будет направлен у нас на юг. После того, либо же перед тем, как вы заполняете каждую ограждающую конструкцию, вам необходимо либо перед, либо после устанавливать вот такой вот флажочек. Следующая ограждающая конструкция, это у нас кровля. Если же у нас скатная кровля, то мы выбираем пичитров, если у нас эксплуатированная кровля, то флэтру. В нашем случае выбираем пичитров. Количество обратно же квадратных метров мы можем фиксировать как по длине, так и по ширине, либо же просто-напросто выбрать вот данный столбик и зафиксировать конечный результат. То есть у нас предлагаем внести 20 квадратных метров. Следующая ограждающая конструкция, это пол по грунту. Опять же, так как у нас габариты строения 4х4, у нас 16 квадратных метров. Мы можем ввести 4х4, либо же просто конечный результат 16 квадратных метров. Если нам необходимо ввести дополнительную ограждающую конструкцию, мы подходим к новому компоненту, нажимаем, у нас появляется еще одна ограждающая конструкция. Здесь выбираем стену сопрягающуюся с грунтом, то есть либо же цополь, либо же фундамент. И опять же, мы можем либо же высоту и длину вносить, либо же количество квадратных метров. Количество квадратных метров я предлагаю заглубление в 1 метр. И по длине нашего фундамента 4х4, это будет 16 квадратных метров. То есть ввели 16 квадратных метров, у нас программа полностью все подсчитала. Следующая это светопрозрачные конструкции, окна. Опять же, ставим галочку, выбираем стену, на которой расположены те или иные светопрозрачные конструкции. Я предлагаю в нашем варианте северную стену освободить от светопрозрачной конструкции и переходить непосредственно с западной стены. Выбираем ID западной стены и W02. Либо же можем опять же вносить габариты окна по длине, по ширине. Я предлагаю таким образом поступить 1,5 метра на высоту окна в 2 метра. Сразу же подсчитывается у нас результат. Вносим новое окно, ориентируем его на юг, и W03, это южная сторона, соответственно выбираем W03. Так как на южной стороне большого количества светопрозрачных конструкций не бывает, соответственно вносим габариты окна 3 на 2. Опять же результат у нас сразу же подсчитался. Следующая светопрозрачная конструкция, ориентируем ее на восток. И как вариант внесем 3 квадратных метра. По сумме мы видим сразу же программа все подсчитывает. Не забываем ставить плановки. После того как мы вносим какие-либо результаты, мы их видим у нас на чеке. Следующая это дверь. Дверь мы с вами расположим на северной стороне, то есть выбираем. И W01 соответствующая гражданчая конструкция, которая расположена на север, и W01. Габариты дверей я предлагаю сделать 1 метр в ширину и 2 метра в высоту. Вот так вот. Затем переходим на следующую страничку. Перед тем как мы перейдем на следующую страничку, у нас появляется окошко, где нам программа предлагает применить сертифицированные узлы, либо же другие узлы. Так как наш дом, вернее наша концепция мультикомфортного дома это совместная разработка с НГБН и институтом пассивного домостроения, я предлагаю выбирать конструкции сертифицированные институтом пассивного дома. Ставим галочку, проходим дальше. В этом окне у нас находятся конструктивные узлы, конструктивы ограждающей конструкции. У нас есть несколько выборов. То есть у нас есть как массивные конструкции, так и каркасные конструкции. Как вентиляционные фасады, так и сами каркасные конструкции. Я предлагаю для нашего домика выбрать первый вариант. После того, как мы активируем один из четырех нам предложенных вариантов, у нас активируется сам домик. В этом домике мы занимаемся выбором ограждающих конструкций, которые мы заложили в наш проект. То есть это скатная кровля. Здесь мы можем выбрать кат A, кат B. То есть здесь вы уже сможете поиграться и посмотреть, насколько эффективна эта конструкция. В нашем домике предлагаю выбрать кат A и пролистал возможные варианты, определиться на каком-либо варианте. Предлагаю определиться на первом варианте, вот на данном варианте. Опять же, спустившись вниз, мы видим полностью все, что касается данной конструкции. После того, как мы выбрали конструкцию, мы ее подтверждаем, окей, и мы видим показатель U-Value для данной конструкции. Возвращаемся обратно к следующему узлу фасад. Опять же, предлагаю кат A, первый вариант, подтвердить, окей, и мы видим уже U-Value для задачи конструкции фасада. Опять же, возвращаемся. Переходим к полу по грунту, опять же, выбираем для нашего домика кат A, подтверждаем эту конструкцию, окей, опять же, у нас появляется U-Value в чеке. Возвращаемся обратно и выбираем стены, сопрягающиеся с грунтом. Опять же, у нас есть четыре вкладки активные. Мы активируем первую вкладку для нашего объекта, выбираем данную систему, подтверждаем ее, окей, возвращаемся обратно. Так как у нас были в момент выбора ограждающихся конструкций, мы выбрали скатную кровлю, фасады, пол по грунту и стены, сопрягающиеся с грунтом. Мы это все внесли. Вот на данном чеке у нас есть все результаты. Проходим дальше. Следующее, это выбор светопрозрачных конструкций. Офта, опять же, так как институт пассивного домостроения одобрил всего лишь навсего одну энергетиктивную конструкцию, мы ее выбираем, подтверждаем, окей, возвращаемся обратно. По дверям аналогично выбираем из двух дверей, из двух конструкций. Выбрали первую, скажем так, подтвердили ее, окей, вернулись. Вот, опять же, мы видим, что у нас в чеке появляется U-Value для светопрозрачных и входных групп. Так, мы полностью все заполнили. Переходим далее. Далее, в данном окошке мы видим полностью все конструкции, которые мы выбрали. Если что-то нам не подходит, мы можем всегда ее удалить и выбрать заново. Затем, просмотрев, все ли нас устраивает, переходим на ссылочку вперед. Данное окно – это у нас воздухопроницаемость нашей конструкции. Здесь у нас есть масса вариантов. Самая эффективная воздухопроницаемость для данной конструкции – это показатель 06. Выбираем его. Проходим далее. Отказываемся. Вернее, ставим напротив тепловых мостиков. Есть, то есть, соответственно, у нас нет тепловых мостов, мостов холода. Переходим далее. В данном окне у нас есть два варианта. Либо же, если у нас нет затенения, либо же, если есть затенения, то также мы можем полностью подобрать и сориентировать то или иное затенение относительно нашего объекта. В нашем случае откажемся от этого и перейдем далее. В этой вкладке у нас система вентиляции с рекуперацией. Опять же, есть несколько вариантов. В зависимости от вариантов у нас эффективность данной системы. Для нашего дома предлагаю взять самый лучший вариант с коэффициентом полезного действия 95% и добавить грунтовый теплообменник. Длиной 60 метров и с коэффициентом полезного действия 33%. Подтверждаем данную систему. Окей. Сразу же видим на чеке. Следующее. Это уже калькуляция. То есть здесь прокалькулировали. Дальше. Калькуляция. Дальше. Калькуляция. Дальше. Калькуляция. Калькуляция. Вперед. Калькуляция. Вперед. Калькуляция. И самое основное. Калькуляция. Вперед. И финальный результат у нас получается. 13. Потребление энергии на отопление, вентиляцию и кондиционирование. 13,4 кВт часа с метра квадратного в год. Соответственно по условиям конкурса у нас данная цифра не должна превышать 15 кВт часов с метра квадратного в год. На нашем импровизированном объекте мы достигли, то есть уложились, выполнили задание и достигли вот такого результата в 13,4 кВт. Как вы видите программа очень проста. Разобраться с ней также очень просто. На данном примере вы, по данному примеру вы можете произвести расчет ваших проектов. Если же у вас будут какие-либо дополнительные вопросы, можете обращаться ко мне по телефонному номеру 050-353-9822. Мое имя Ротарь Денис и я являюсь техническим специалистом компании СНГБ в направлении технологии материалов. По всем вопросам, которые у вас появятся, пожалуйста звоните и опять же напоминаю, работают вас мы ждем до 28 февраля включительно. Желаю всем успехов. Всего наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok